Вечером Антонина Как обычно возвращалась с работы Влад, ты что ли? О, вот это встреча Антонина Старкова, 39 лет, предприниматель, замужем Стой, вот тогда Владислав Рязанцев, 39 лет, преподаватель вуза, разведен Сколько лет, сколько зим, а тебя годы не берут Ну, может, чуть поправилась, а так, такая аппетитная О, ты тоже знаешь, в своем репертуаре Главное, что я душой молот Работа обязывает, молодежь вокруг Понятно, конечно, это такое раздолье для тебя А как семья? Кстати, можешь поздравить, скоро свадьба Поздравляю Который раз? Во второй Ну, теперь навсегда Какую-нибудь студентку соблазнил? Ну, почему соблазнил? Очаровал У нас все серьезно Ждем ребенка О, еще и по залету Не солидно А здесь ты что делаешь? Извини Вот Моя принцесса Ждет свою карету Ма А я только сегодня хотела тебе рассказать Это мой Влад Мы собираемся пожениться Дарья Старкова 19 лет Дочь Антонины Студентка Не замужем А вы знакомы? Мы Учились вместе Откуда же я мог знать, что это твоя мать? Так, Даша Быстро домой Давай-давай, быстро-быстро Ладно, мам Потом поговорим Мы на концерт опаздываем Даша Я кому сейчас говорю Тебе или нет? Быстро домой Ма Не ругайся Тебе не идет Даша 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 Я его в молодости очень любила А он меня соблазнил и бросил Теперь так же цинично соблазняет мою дочь Да я касьми и лягу, чтобы только не допустить этот брак И как вы собираетесь этот брак предотвращать? Дочку переубедить? Что там переубеждать? Она дурочка зеленая Ей он Любовь повсюду великая Мерещится Мамочка, привет Прости меня Телефон разрядился А стационарного там не было А где ты была? Я вся извелась Ма Ну не ругайся Мы с Владиком после концерта поехали к нему на дачу А у него там старый патефон есть раритет Патефон? А он этим раритетом еще 20 лет назад безмозглых дурочек заманивал Ну не злись Влад он хороший, правда Он просто свою половинку всю жизнь искал Вот только сейчас нашел Какую половинку? Он на дочери декана женился Он карьеру делал Ну ошибся, ну с кем не бывает Я не хочу о нем говорить Какой срок? Мам, ну почему ты так Вот почему тебе так не нравится Влад? Ну Ты на него прям взъелась А я просто спрашиваю Сколько недель? Ну почему ты обо всех так плохо думаешь? Да я просто твоя мама, понимаешь? Я твоя мама И я знаю, что для тебя лучше И этого Влада твоего Я тоже хорошо знаю Со студенческой скамьи Он как был бабник, так и остался Ты просто привыкла Всегда за всех все решать А это моя жизнь Я уже договорилась со знакомым врачом Думаю, что этот ребенок Не должен родиться на свет То есть вы дочку свяжете Усыпите и сделаете ей аборт Это моя дочь И я думаю, что это не преступление, знаете Пытаться Уберечь от страданий Собственного ребенка А вам что, Господь Бог По телефону позвонил И пообещал, что страдания Обязательно будут? Это во-первых А во-вторых Я вот тут пытаюсь понять А вы кого Хотите уберечь от страданий? Ее или себя? Ой, мам, убери ты колбасу, а Муж, сок Даша Слушай Я тут видела Теть Зою на днях Позавчера Помнишь? Она очень хороший гинеколог Давай съездим к ней в среду Сделаем операцию Мам, ты о чем? И речи быть не может Я так жду этого ребенка Вовкой назову Откуда ты знаешь, что это мальчик? УЗИ еще рано делать Чувствую А ты о тете Зое Правильно Она мне всегда не нравилась Какой звать Керезанцева отец? Он всю жизнь только о развлечениях думал Мам, ну перестань, а Спасибо за завтрак А че это? Да шулька-то с нашей, а? Тоня Мяса-то есть у нас, нет? А ты кроме еды И футбола своего Что-нибудь вообще видишь? Ты что, Тоня? Беременна она Как так? Платон Старков 43 года Инженер-строитель Муж Антонины Наша Дашка Умница-красавица беременна? Все мы умница Пока не влюбимся Соблазнил ее Преподаватель Какой-то из института Теперь значит Косты, да? Нет, уж Испортил девочку Изволь жениться Ты что вообще, Платон? Ну подумай Ну зачем Нашей Дашей Этот старый Облезлый кот? А? Что ты, Тихий, я не понимаю Ты же сама сказала Что Даша его любит Верно? Ну Преподаватель в институте Значит Приличный человек И зарабатывает хорошо Дай мне ложку, пожалуйста Ну тебя Вечером Дарья Задерживалась После занятий И Антонина Очень волновалась За дочь Догадываясь Что она опять Встречается с Владом Дашка не звонила? Нет еще Тоня, мы будем Сегодня есть или нет? Ой, Платош Разогрей сам Хорошо Мне надо опять На работу Там что-то У кассира Что-то с ребенком А до закрытия магазина Еще три часа Добрый вечер Пап Знакомься Это Владислав Мой будущий муж С мамой Вы уже знакомы Вот Так сказать Пришел просить Руки вашей дочери У нас с Дашей Серьезные отношения Надеюсь На ваше понимание Угу Наслышан я О ваших отношениях Ну что ж Это мы Обсудим Тоня, может быть Останешься Надо что-нибудь На стол накидать Да я не могу Я просила Чтобы еще подвезли Там товар новый Вы насчет Угощения Не беспокойтесь А Тоня, тогда Можешь спокойно идти А мы здесь все Обсудим По-мужски А? Даша Давай на кухню Колбаски порежем А я ремочки достану Там еще котлеты есть Ну, я фрукты помою И салатик нарежу Иди Так, быстро Угу Антонина очень переживала Из-за того, что ей пришлось уйти В такой ответственный момент Она постаралась Как можно скорее Закончить дела В своем магазине Дмитриевич Хороший ты Ружик Дмитриевич Ой Да Только ты мне Дашку не обижай А ты кровным врагом не станешь Не, батя Не обижу Я Дашку люблю Мы с ней в Рим поедем Куда? В Рим О Гости Вам хозяева не надоели? Тоня пришла Тоня, садись Мы тут так хорошо сидим Разговариваем Так, Плату, давай спать Дашка где? Кто? Дашка, дочь моя А? Где, где? Спит, наверное, устала уже Ну, вот и давай Слушайте, Дмитриевич, знаешь, какой хороший мужик? Ну, конечно, ну Он, знаешь, нашу Дашку, он в Рим? В Рим В Рим Повезет Конечно, повезет На римские каникулы Давай, давай, давай Дмитриевич Спать Я пойду Сейчас только выслушаешь меня и пойдешь Антонина Случайно встретила во дворе своего бывшего возлюбленного Владислава К ее ужасу выяснилось, что Влад собирается жениться на беременной от него дочери Антонины Дарье Уверенная в том, что ловелас Влад обязательно бросит Дашу Антонина ради счастья дочери Решила во что бы то ни стало помешать их браку и уговорить Дашу прервать беременность Значит так, к сегодняшнему вечеру ты исчезаешь из жизни моей дочери Ты просто злишься, что твое время прошло, а я еще молот и полн сил Даша молодая, прекрасная, в меня влюблена А ты прожила серую и неинтересную жизнь У меня жизнь неинтересная Ты знаешь, у меня прекрасная семья А ты скольких девочек по матросилу бросил, все? Теперь, чтобы духу твоего за сто километров от Дашки не было Господи, эту фурию я любила А ты знаешь, что ты меня беременной бросил? И Дашка твоя дочь Что? Антонин, не выдумывай Не хочешь правду слушать? А я с этой правдой живу уже 20 лет А что ж ты мне ничего не говорила раньше? А ты не спрашивал? А, я же должна была бегать за тобой Унижаться, да? Нет Нет, это невозможно, этого не может быть Давай уходи отсюда Давай, все Больше никогда не появляйся здесь Никогда Давай, давай Нет Уходи Нет Уходи Это невозможно Да Сама не знаю, как я это сказала Ну, конечно, это неправда Просто вот уже от отчаяния как-то это выскочило Ну, зато теперь он ее бросит Это же к лучшему Ну, да, конечно Ну, да, конечно Правда, теперь вам придется еще сообщить мужу, что вы в свое время его обманули, и Даша не его дочь И Даша тоже И, знаете, мне что-то слабо верится, что кто-нибудь из них придет от этого в восторг Я не буду ничего сообщать, зачем? И Влад ничего не скажет Он вон исчез по-тихому, как всегда это делал Отлично Главное, дочери Как хорошо сейчас Вы же ее от боли уберегли Так, что ли? Дочери сейчас тяжело Но потом Я уверена, будет лучше Я поняла Господь Бог вам не звонил Вы сами есть Господь Бог Вы же так точно знаете, что будет дальше Или другой вариант Если уж вы ему в свое время не понравились Значит, он вообще человек ущербный И никого любить просто не в состоянии Какой вариант выберем, Антонин? Ну что ты? Дамушка Ну что такое, ну маленькая моя Ну что, ну что случилось? Ну почему он мне не звонит? Он мне даже ничего не объяснил Но ведь такого не бывает Он же не мог меня так взять резко и разлюбить Я должна с ним поговорить Я ему сама позвоню Не надо, не надо, не надо Ни в коем случае не унижайся Ты что? Ну перестань Ну что такое, ну маленькая моя Ну перестань, ну все будет хорошо Все у тебя будет И любовь у тебя будет Извадебный круиз Все будет Так, Тоня Тоня Мне кажется, с ним надо поговорить Это что это за дела-то? Ребенка сделала все в кусты что ли? А? Я же с ним разговаривал Дмитриевич, вроде нормальный мужик Ну какой он нормальный? Он всю жизнь был бабник Ну куда ты лезешь, а? Ничего себе, куда это я лезу? Это что это такое? Дашка безотцовщина что ли какая-то? Заступиться за нее некому? Нет уж Я все-таки пойду И поговорю к с ним На, держи Не надо скандала Я прошу тебя, Платон Антонина поняла Что может быть разоблачена Но не знала, как остановить мужа Через несколько часов Вернулся разгневанный Платон В этот раз что отмечали? Ты не зачастил вообще? Так У тебя правда с этим доцентом Шурмуры были? То что Дашка его дочь? Так Во-первых Он не доцент Во-вторых Какие вообще шурмуры, а? Нет, Берич Все рассказала Ты Всю жизнь вврала Ты кому сейчас поверила? Ты поверил проходимцу Ты жене, собственно, не веришь Эх Мы 20 лет с тобой прожили Чья дочь Дашка? Молчишь? Ну-ка, тихо Ну-ка, не ори сам Чего ты орешь вообще? Ну-ка, тихо, сказала Сейчас она вернется Не дай бог, она услышит Ты мне это, ты мне Зубы-то не заговаривай Весь жизнь мне врала Все, ухожу от тебя Развожусь Ничего мне от тебя не надо Так Иди ключи от маминой квартиры Я у нее буду жить Не знаю Куда ты пошла? Платон Платон, подожди Стой Платон, ну подожди Ну я прошу тебя Да остановись же ты В конце концов Да стой Ну что он тебе такого сказал? Ну это все вранье Понимаешь? Все вранье Подомнилась Сразу-то я тебя врасплох застал Всю жизнь мною понукала Да еще и врала Подожди Ну что я сейчас Дашке скажу? Она придет Ей волноваться нельзя А ты не волнуйся Раньше надо было А Дашку я не брошу Потому что люблю ее Не меньше, чем Ты Прошло две недели Платон не возвращался Но забота о дочери Отвлекала Антонину От грустных мыслей Дашка Слушайте, у тебя хорошее настроение Прямо Наконец-то Надо сходить, кстати, к врачу Уже В смысле? А мы с Владом сходили к врачу Ребеночек здоровый Все хорошо Как с Владом? Почему? В смысле? Ты же с ним рассталась То есть он же тебя бросил Мы помирились Он мне все объяснил У него, оказывается, какая-то наследственная болезнь была Он мне боялся испортить жизнь Ну Все хорошо Вчера получили результаты Плод здоровый Даша Ну Неужели ты ему веришь, а? Ну Ну Господи Да у него же что ни слова, то вранье Мам Меня Влад устраивает Ну не хочешь, не будем делать свадьбу Просто распишемся и уедем в Италию Не хотела тебе говорить Придется У меня тоже был роман с Владом Двадцать лет назад И на дачу он меня возил И патефон раритетный показывал И в свадебное путешествие мы собирались Только потом он меня бросил Ты что такое говоришь? Нет Он бы мне сказал Ну да, конечно Он прям так бы и сказал И что? У вас все? Ну Ну все было? Да я была такая же, как ты, дурочка И верила ему А он меня бросил И женился на дочке декана Потому что карьеру делал Что ты сейчас делаешь? Ой Ну куда ты собираешься? Ну Даша Я тебя прошу Перестань Ну куда ты собралась? Никуда! Даша не была весь день Антонина очень переживала Она обзвонила всех подруг дочери И в отчаянии решилась позвонить Владиславу Алло Влад Послушай Ты У тебя хватает наглости мне звонить Антонина пришла в ужас Узнав, что ее дочь Дарья Собирается выйти замуж за Владислава С которым у Антонина в молодости Был бурный роман Антонина была уверена в том Что ловелас Влад Обязательно бросит Дашу Отчаявшись уговорить беременную дочь Сделать аборт И бросить жениха Антонина обманула Влада Заявив, что Даша его дочь Влад рассказал об этом мужу Антонины Платону Уверенный в том, что жена Обманывала его всю жизнь Платон переехал в квартиру Своей матери Вскоре и Даша ушла из дома Узнав про давний роман матери С ее женихом Что же она творила? Дашка ушла из дома Вслед за отцом Со мной даже по телефону не разговаривает Звонила одну из ее подруг У нее ничего хорошего С Владом они опять расстались Беременность тяжелая Учебу она забросила Платон тоже не возвращается Ну, значит, Тоня, у вас остается только два варианта Либо как-то смириться С результатами всего, что вы натворили Либо слезно каяться Каяться столько, сколько потребуется Чтобы все как-то наладить Правда, второй вариант Никаких гарантий не дает Что все получится Да, правильно Живешь, стараешься Ради них все Никакой благодарности Нет Я первой мириться не пойду Тоня, а вам что важнее? Быть правой или быть счастливой? Антонина наконец поняла Что сама виновата в своем одиночестве Узнав от подруги Даши Что дочь сейчас живет вместе с отцом Она решила сделать шаг К примирению с близкими Как голодались у меня там Влад А ты что здесь делаешь, а? У меня в этом доме Любимая девушка живет Сегодня выходной Вот, решил навестить Опять за ней волочишься Ты не понимаешь, что ты нам всю жизнь испортил, а? Тонь, ты же умная женщина, а? Ну что ты всех тиранишь? Сама против себя дочь настроила Ладно, хватит Сама уже поняла, что перегнула палку Мириться иду Не посодействуешь? Ну вот, другое дело Только я теперь для Платона Враг номер один с твоей легкой руки Сам уже, наверное, десятую попытку делаю поговорить Он меня на порог не пускает И Дашка на звонки не отвечает Пойдем Устроим вам сюрприз Да пойми ты Влад Твой настоящий отец Что? Пап, ты бредишь Дашуля Даша Дашуля Господи, откуда вас-то еще принесло? Что ты стоишь? Иди воды неси Даша, я здесь Даша, Даша Владик, ты? Полежи, моя маленькая Тише Не вставай, не вставай Все будет хорошо Где папа? Он мне сказал Нет, нет Ничего он не говорил Все хорошо Все хорошо Ты просто послышалась Нет Не послышалась Он мне сказал Что Что мой отец Я даже выговорить не могу И ты Ты мне говорила Что у вас с Владом были отношения Влад, скажи Это правда Ты мой отец Я тебе говорил Чтоб ты сюда больше не приходил Бред Ну, конечно же Даша Это неправда Я Впервые узнал об этом О твоей матери И сразу же сделал экспертизу Не моя она дочь Слышишь? Антонина И не могла ей быть Как так, Тони? Твоя она дочь, Платон А мне, Даша, жена И мать моего будущего ребенка Господи, как стыдно, да? Прости меня, Даш Прости, прости Я уже не знала, что делать Правда Я хотела как лучше Влад тебя старше Намного он Он ненадежный человек Прости Я все выдумала Это Это почему же я ненадежна, а? Мам, ну как ты могла? Ничего себе как лучше, а? Тоня, ты ж сама себя говорила А ты обо мне-то подумала Я здесь каждый день На валидоле сижу Ну, прости меня, ну, прости меня, Платон Платон, прости, я тебе всю жизнь верна была Ты это-то здесь при чем? Мамочка, ты знаешь, ты больше не переживай Ведь все выяснилось Только ты больше за меня ничего не решаешь Все, все, я простите, меня все простите Прости, Юня, Влад, я тоже перед тобой виновата, прости Ну, ладно, ну, ладно, Томи И ты меня прости, я много глупостей по молодости совершил Сейчас Сейчас Все по-другому А то Платоша Ну, что ты молчишь? Всю дорогу молчал Не простил меня, что ли? Ты представляешь, что я пережил? Каково мне это было? Узнать, что моя дочь мне не дочь А? Ну, конечно, я виновата Ну, я тебя больше прощала Я-то выдумала все А ты мне Правда все время изменял Всю жизнь И направо, и налево Сравнила Тонь Ты знаешь Я, наверное, только сейчас понял В эти дни Каково это, когда тебя Близкий человек обманывает И, наверное, у тебя тоже надо попросить прощения Один очень умный человек сказал Если ты стоишь спиной к солнцу Ты можешь видеть только собственную тень Ну, вот почему человек становится спиной к солнцу? Ему свет не нравится Темнота кажется чем-то лучше Но тогда, получается, пусть лучше будет темно Лишь бы я оказался прав Ну, в точности, как Антонина из нашей истории Ей было очень важно Чтобы ее бывший любовник А ныне жених ее дочери Оказался плохим Ну, так в чем проблема? Достаточно встать спиной к свету И он сразу окажется куда темнее Чем на самом деле Правда, у самой Антонина жизнь Тоже получается не сладкая в темноте Но тут уж ничего не поделаешь Если собственная правота важнее Приходится мучиться Продолжение следует...